Привет! Представься, пожалуйста, и скажи, из какого города ты приехала на ретрит Светланы Лавровой? Привет! Меня зовут Ангелина и на ретрит я приехала из города Красноярск. Ты уже не первый раз участник ретрита. Почему ты продолжаешь возвращаться и какой был запрос на ретрит в этот раз? Да, я на самом деле уже, наверное, на пятом мероприятии, которое ведет Света. И каждый раз ты погружаешься на какую-то новую глубину себя. Погружаться можно бесконечно, и с каждым разом это все шире, все масштабнее, все объемнее, все интереснее. И поэтому, конечно, хочется идти в расширение, хочется двигаться дальше. Собственно, по этой причине я продолжаю ездить на ретриты Светланы Лавровой, поскольку ты познаешь именно себя. То есть ты там даже не то, что ты получаешь ответы на какие-то вопросы, ты именно познаешь, кто ты есть. И запрос, наверное, у меня был такой житейский, бытовой. Я приехала с таким запросом, касаемо своего вида деятельности, открыла совершенно другой уровень восприятия, совершенно другую себя, более масштабную, более широкую, которая просто мне даже и не снилась никогда. А если оглянуться назад и посмотреть на последний год, вот то время, пока ты участвуешь в мероприятиях Светланы, какие результаты ты получила, практически на все займы? Ну, получается, да, я год назад приехала, первый раз как раз мой первый ретрит был алтайский ретрит. И та девочка Ангелина, которая приехала тогда, которая сейчас, это вообще совершенно кардинально два разных человека. У меня очень сильно поменялось восприятие реальности, но именно если взять материально ощутимые какие-то результаты, то я вообще поняла просто, как выстраивать свою жизнь, как ее формировать, как ее творить. Я, наверное, если прям вот по пунктам, я закрыла все свои долги финансовые, у меня были долги очень большие, я выстроила свой бизнес, я открыла свой магазин, о котором я всегда мечтала, и это вообще деятельность, которой я хотела всегда заниматься, просто даже не могла подумать, что это возможно. Вот, плюс отношения, у меня начались новые отношения, и они очень интересные, они очень вдохновляющие, и они меня наполняют, они мне дают очень много любви, много пространства для самореализации и для того, чтобы дарить любовь другому человеку. Плюс, я думаю, у меня и карьерный рост, потому что та деятельность, которой я занималась, она мне тоже вышла на новый уровень. Ну, перечислять можно еще много всего, но я в конце еще хочу добавить, что, наверное, именно состояние себя, насколько я стала уверенная, насколько я стала достойная, настолько я стала прекрасная, настолько я стала любящая себя. Ну, это просто вот, если в сравнении, что было год назад, небо и земля, конечно. А почему ты связываешь эти результаты вполне себе практичные, классные, которые ты сейчас перечислила? Новые отношения, бизнес, карьера. Это очень значимые такие результаты в нашей социальной жизни, не внутренней, а социальной. Почему ты для себя связываешь эти результаты с твоим участием в ретритах со Светланой Лавровой? Ну, тут вообще очень простая взаимосвязь по факту. Ты приходишь на ретрит, чтобы познать себя, ты познаешь себя, ты видишь, что ты больше, чем просто та Личность, с которой ты живешь, и ты уже видишь новые горизонты, новые границы, и все уже начинается с тебя, то есть раскрывая себя, ты раскрываешь мир вокруг, расширяясь внутренне. Это все проявляется в материи, поэтому тут на самом деле, прежде чем что-то менять вовне, надо начинать с себя, и ретриты Светы Лавровой именно дают вот эту вот площадку, платформу, базу, где можно начать смотреть и изучать себя. Как тебе наше путешествие на Алтае и формат перезагрузки? Ну, вообще, конечно, Алтай, видимо, для меня настолько особенное место, я с таким трепетом сюда приехала, потому что я здесь как раз начинала вот всю эту историю с ретритами, и было очень приятно заселиться в то же пространство, в та же атмосфера, и люди, и знакомые, очень много уже кого знаю, вот это безумно, во-первых, приятно, комфортно, но, а перезагрузка, это вообще космос, то есть мы приехали сюда, и здесь невероятная природа, но самое потрясающее, то, что здесь такое произошло раскрытие, и практика, которую дала Света, она просто вот переворачивает все с ног на голову, и дает новый толчок вообще к совершенствованию, к расширению, к жизни. Традиционно я хочу тебе предложить оставить какое-то напутствие тем людям, которые наблюдают, смотрят канал Светланы, и, возможно, думают, стоит ли им ехать на ретрит, подходит ли им это мероприятие, нужно ли это, что бы ты могла сказать этим ребятам? Ну, это лучшее, что с вами может случиться, поехать на ретрит, в том плане не именно там вообще сам ретрит, а потому что на этом ретрите вы начнете смотреть в себя, вы начнете разворачивать фокус внимания, здесь без вариантов, потому что тут уже приехал, и хочешь, не хочешь, ты через это пройдешь. И это самое, наверное, великое событие в жизни человека, и после этого, если вы хотите решать какие-то материальные вопросы, это будет очень легко даваться, и с каждым разом все легче и все масштабнее. Поэтому, мне кажется, это необходимо каждому человеку, и ретрит Светы Лавровой идеально подходит вот для такого старта. Возможно, тем человеком, кто будет смотреть это видео, через полгода или год будешь ты сама, и какое послание ты сама себе из сегодняшнего дня хотела бы оставить в будущем. Да, у меня мурашки от того, что я подумала об этом послании. Быть собой, быть собой и идти двигаться к той версии себя, которую я сама себе хочу сотворить. Ангелина, я тебя благодарю. Я очень рада, что мы снова увидимся в таких красивых местах. Да, я тоже безумно рада, и очень приятно, конечно, снова встречаться каждый раз. И я надеюсь, что наши встречи, они будут продолжаться. Да, в следующий Байкал. Да, уже через пару месяцев Байкал. Спасибо тебе. Все, спасибо, всем пока.